здравствуйте друзья продолжаю показывать видео из отпуска и сегодня расскажу об уникальном месте пещера оптимистическая входит во все списки самых красивых удивительных и таинственных мест украины представьте только более 260 километров подземного лабиринта которые до сих пор не до конца исследованы она занесена в книгу рекордов гиннеса ее знают во всем мире как самую длинную гипсовую пещеру необычную историю имеет происхождение название пещеры коллеги первооткрывателей этого места до последнего не верили в их успех иронично называя их оптимистами каково же было удивление ученых когда все усилия увенчались успехом пещера оптимистическая это километры различных ходов и залов которым даны особые названия например галерея вечно юных зал дружба или млечный путь в пещерах водятся летучие мыши но большую часть времени они спят туристам предоставлена возможность выбрать сложность маршрута легкая ознакомительная экскурсия длится около двух часов под землей маршрут средней сложности длится около четырех часов и предлагается экстремальные маршруты для выносливых которые длятся от 6 до 11 часов в глубинах пещеры мои мужчины выбрали один из сложных маршрутов под названием грот черного спелеолога долгий поход во время которого человек испытывает свою выносливость проходили большие галереи завальные залы постоянно перелазили через камни пригибались ползли проходили так называемые распоры и продирались в узких ходах в прямом смысле сошло 7 потов несколько раз думали больше сил нет но с передышками справились все экскурсия продлилась шесть с половиной часов хотя в среднем как сказал гид ее проходят за восемь девять часов то есть мои мужчины оказались довольно шустрыми и выносливыми увидели кристально чистое подземное озеро хотя в момент посещения оно было довольно маленькое с глубиной около сорока пятидесяти сантиметров в зависимости от времени года и осадков оно бывает глубже посещение и экскурсия по пещере возможны по предварительной записи и с опытным инструктором к тому же далеко не каждый сможет преодолеть запутанные пещерные пути усеянные различного рода препятствиями но те смельчаки которые отважатся на такое путешествие откроют для себя всю красоту пещеры с ее внутренними озерами кристаллами сталактитами и другими загадками сложно даже представить что пещера сформировалась 20 миллионов лет назад уже более полувека пещера оптимистическая открытая львовским спелеологическим клубом циклоп в 1966 году вызывает большой интерес как у специалистов так и у любителей приключений расположенная в пределах борщевского района тернопольской области к юго-западу от села королевка она является уникальным памятником геологического наследия и национальным достоянием украины более того оптимистическая занесена в книгу рекордов гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера когда пещеру только обнаружили то предполагали что ее длина не превысит трех километров многие ученые были настроены скептически но энтузиасты из львовского спелеоклуба циклоп которые ее исследовали оказались оптимистами что и дало название пещере впереди еще много открытий ведь специалистам пока не удалось исследовать ее полностью пещера в цифрах общая длина разведанных ходов более двухсот шестидесяти километров глубина восемьдесят метров площадь около двух гектаров количество проведенных экспедиций более двухсот семидесяти температура независимо от времени года 11 градусов по цельсию подземных базовых лагерей более пятнадцати пещера оптимистическая не считается заводненной хотя в ней есть несколько небольших озер с постоянным уровнем воды самое большое аквавите имеет площадь поверхности восемьдесят два квадратных метра пещера оптимистическая состоит из 23 разведанных районов каждый из них имеет свою морфологию ходов цвет и структуру гипса количество и размеры кристаллов в итоге скажу место очень интересное и ощущений таких как в пещере не испытывали ранее нигде это что-то совершенно новое если сесть выключить фонари и помолчать то наступает невероятная тишина которую не сравнить ни с чем тоже могу сказать и о темноте выйдя из пещеры были выжаты как лимон и в тот момент казалось что рекомендовать это нельзя никому но отдохнувши понимаешь что однозначно спустился бы еще но конечно по какому-то другому маршруту и к тому же предлагаются разные по сложности маршруты куда пускают и детей но при этом вы все равно увидите почти все красоты скрывающиеся в пещере просто пройдете меньше расстояние и с меньшими перепадами по высоте если вам понравилось видео нажмите лайк подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы получить уведомление когда выйдет новый ролик спасибо за просмотр до новой встречи до встречи